Буквально накануне мы рассказывали о мнении экспертов по поводу повышения стоимости бензина и дистоплива. И все без исключения считают, что после 12 апреля вслед за ГСМ цены взлетят на все. А как на это отреагировали новоизбранные депутаты парламента? За ходом пленарного заседания следила наш корреспондент Фариза Абулатбек. Первое пленарное заседание Мажелиса. На рассмотрении депутатов два законопроекта и целых 17 запросов. 98 депутатов, которые до выборов беспокоились о благосостоянии казахстанцев и ратовали за снижение цен, похоже, забыли свои предвыборные обещания. Сегодня ни один из мажелисменов не счел нужным поднять вопрос повышения стоимости топлива. В их числе и депутат, который анонсировал свой приход в парламент как революцию. Сегодня у нас были вопросы сейсма и селеопасно, утверждение, это ратификация соглашения, соглашение между корреспондентами. Это повестное. А почему в депзапросах не было ни одного депутатского запроса по поводу повышения стоимости? А вот я вот не могу, потому что ответить, это мои коллеги, они сами депутатские запросы. У меня лично, вы хорошо знаете, я 20 лет земельный вопрос поднимаю. Я вот этот вопрос. Вот я, дайте вот маленькое, небольшое время для того, чтобы проанализировать ситуацию с этим, а вот за своих коллег я ответить не могу. И если одни ушли от ответа, прикрываясь своей некомпетентностью в этом вопросе, то другие по умолчанию приняли позицию правительства. Экономисты уже прогнозируют инфляционный пункт. Скажите, пожалуйста, депутаты, будут ли выступать с предложением об индексации зарплат, комиссии и пособия? Дело в том, что повышение цен на бензин, на действие топлива, я думаю, правительство и соответствующие министры дали исчерпывающий ответ. В Мажелесе всего семь комитетов. Один из них как раз-таки отвечает за экономические реформы в стране и региональное развитие. Нуртай Сабелянов, недавно возглавивший указанный комитет, решил просто переложить ответственность на Кабмин. Вопрос топлива, регулирования стоимости продуктов питания – все это прямая ответственность правительства. Поэтому и отвечать за это решение правительству. Схожую с Сабеляновым позицию принял и лидер партии Ахжол. Однако Азад Перуашев признает, поднятие цен на топливо скажется на доходах казахстанцев. Оно, безусловно, скажется на уровне жизни и на цепочке стоимости. Поэтому, вот вы сейчас говорите о компенсации, о подденексации зарплаты, пенсии и так далее. Это, если просто поиндексировать, это получит за собой реакцию, в том числе давление на инфляцию. Нужно иметь в виду, нужно выявлять те цепочки, где повышение цены ГЦМ будет сказываться. То есть, здесь нужен хороший экономический анализ. Казахстанцы бурно обсуждают предстоящие подорожания топлива. Тем временем депутаты, в том числе и активные в соцсетях, решили закрыть глаза. Когда и поднимут ли они этот вопрос с парламентской трибуны – неизвестно. Неравнодушными остаются экономисты, предрекающие серьезные последствия таких решений. Главное, чтобы инфляционный бум не перерос в социальный, как это было год назад.